Всем привет! С вами я, Юлия Лысенко. Вы смотрите программу «Отдел кадров». Сегодня ночью всё невозможное стало возможным, потому что своё новое видео на сеге «Бородино Холл» снимает Влад Соколовский. Как происходят съёмки и все самые горячие подробности вы узнаете в нашей программе. Поехали! Сегодня в программе Влад Соколовский окунулся в лилику. Это мой первый медляк. Кто повлиял на романтическое настроение артиста? Всё это и многое другое ты узнаешь в программе «Отдел кадров». На моём пути к Владу я собрала все возможные и даже невозможные пробки, но отчаяние – это не про меня. И вот я уже преодолеваю шлагбаум, который открывает мне проезд к «Бородино Холл». Здравствуйте! Вы к Владу Соколовскому на съёмке. Ваш пароль. Всё возможно. Поезжайте, пожалуйста. Всё ведь возможно? Время далеко за полночь. И это, кстати говоря, уже второй съёмочный день. Сквозь большие стеклянные двери я уже вижу яркий свет и камеры. А в тёмном холле нас встречает администратор Влада. Первое, что я увидела, зайдя в концертный зал, так это толпу поклонниц Соколовского. Стало сразу понятно, что девчонки справятся со своей роли в клипе лучше любой массовки. эмоции у них в эту ночь зашкаливают. Очередные съёмки твоего видеоклипа, они, как всегда, наверное, очень волнительные. Расскажи, чем ты порадуешь нас в этот раз. Ну, в этот раз настоящая лирика. Это мой первый медляк, который я выпускаю, наверное, за ближайшие 3-4 даже года. И эта песня «Всё возможно», которая уже была на альбоме «Осколки души». Но я её переделал, сделал её ещё более лирической, сделал её более масштабной, ну, всё-таки как сингл. И мы решили, что надо запустить её на эту осень, потому что всё к этому располагает. А что ты ждёшь от своих поклонниц? Какой реакции? Ну, я, на самом деле, уже дождался, потому что мои поклонницы принимают участие в съемках этого клипа. И сегодня, когда действие развивается на сцене, в зале, они находились. И мы совсем недавно накинули информацию в интернет о том, что все желающие могут прийти, поучаствовать. И они были здесь, они поддерживали криками, орами. Жалко, что этих звуков не будет в клипе, но это было круто. Хочу любить, как вон, не за слёз. Я не буду, как вон, не за слёз. По всей видимости, по словам «многое» Влад имел в виду новые отношения. По уже сложившейся традиции, я, конечно же, сразу вспоминаю роман Нюши и Влада. Но в избраннице Соколовского стала тоже певица Маргарита Герасимович. Хорошо известная широкой публике под псевдонимом Дакота. Выпускница фабрики звёзд под номером 7. Именно на этом проекте ребята и познакомились. И только лишь спустя 7 лет у Влада и Риты завязался служебный роман. Хоть они и скрывают это старательно, всем уже давно всё стало ясно. Давайте не будем, да. Говорят, что творческие люди не могут быть друг с другом. А оказывается, что могут. И у меня живой пример перед глазами, которым я безумно счастлив. Так что я думаю, что всё будет. И может быть, это довольно скоро. Одним из самых интересных и, я бы даже сказала, милых моментов на съёмочной площадке стало присутствие папы и мамы Влада. Это не только хорошая моральная поддержка для артиста, но и свежий взгляд настоящих профессионалов на происходящее. Расскажу тем, кто до сих пор не знает, что родители Влада имеют непосредственно самое прямое отношение к искусству. Напомню, что Андрей Соколовский – папа артиста, известный хореограф, основатель и солист вокально-танцевальной группы «Х-Миссия». Не жалей о потерянном чувстве, ты давно всё решила сама. А мама Ирина Соколовская – заслуженная артистка России, в прошлом – артистка цирка. Вот так-то от дуба ябла не бывает. Это я про таланты семейные, конечно же. Кто стал режиссёром видео? Режиссёром клипа стала Катя Шатрова и её муж Вадим, их команда, с которым мы уже снимали клип «Осколки души». И снимали клип «Я хочу тебя». И в этот раз решили снова с ними поработать, потому что очень легко, очень понятно и всегда добиваемся практически того результата, который бы нам хотелось. Друзья, очень важный вопрос. У нас вот идёт Вадим с камерой за нашими актёрами, артистами. Вот он идёт перед Вадимом и забегает. То есть так смотреть, давать камере пройти. То есть считайте, что камера и наши артисты – это единое целое. Нам удалось пообщаться прямо сейчас с режиссёром сегодняшнего видео Екатерины Шатровой. Очень приятно. Расскажите нам самое главное о сюжете видеоклипа. Ну, это история о любви. Всё. А что будет происходить? Любовь бывает взаимной, бывает реальной, бывает даже нереальной, виртуальной какой-то. Что происходит? У нас вообще любовный треугольник, который продолжается с детства. С самого детства. И наши герои выросли. И чем это закончится, мы увидим в клипе. Буквально очень скоро. А как вам удалось привлечь Аллу Духову для съёмок видеоклипов? Потому что она обычно не снимается. Как она так согласилась? Это волшебство Влада. Это он так сделал, что она согласилась. Это не мы. Любимый. Да, да. Сами. Хорошо. Вот это сейчас мы покажем кусочек. Вот это первое наше будет. Украшением клипа стало появление великой Аллы Духовой в кадре. Вот так, вот, вот, вот это дракон. Алла Духова, как это сейчас модно называть, self-made woman. Ну а если по-простому, сама себя сделала. А если ещё проще, пробилась за счёт таланта и трудолюбия. Родилась Духова в селе Косакоме Пермятского автономного округа. Профессиональный хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета Тодос. Мечтой детства Аллы Духовой было не только танцевать на сцене, но и самой ставить номера и хореографические спектакли. В 16 лет Алла Духова собрала свой первый коллектив. Ну а 8 марта 1987 года, скажем так, на свет появился легендарный балет Тодос, учеником которого является и сам Влад. Я здесь с тобой пропитан насквозь, хочу лепить до боли и до слёз. Пусть солнце на руку, мы знаем, что вместе всё возможно. Визуализация песни, то есть видеоклип, дело очень затратное. Артисты с особой важностью всегда подходят к подбору съёмочной группы, команды стилистов и визажистов. Мы желаем удачи Владу и с нетерпением ждём его новый видеоклип. Мой самый любимый момент в съёмках, это когда режиссёр произносит «Стоп, снято». Стоп. Всё, спасибо. Съёмки окончены. И это обозначает, что совсем скоро появятся на экранах новые видео от Влада Соколовского. Ну а на ваших экранах этот видеоклип появится прямо сейчас. Оставайтесь с нами, смотрите новое творение Влада Соколовского.